Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей сегодняшней встрече. Тема встречи будет это новый отчет, который мы теперь должны будем сдавать в объединенный фонд и вести нашу встречу. Буду я, консультант-аналитик Гардышева Галина. Вы видите на экране наши контакты, то есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и, соответственно, адрес сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобным время или вы не смогли досмотреть до конца, то через некоторое время мы выкладываем записи вебинаров и размещаем их на сайте. Вот вы видите адрес сайта. И, соответственно, вы можете посмотреть запись этого вебинара. Также там размещены другие информационные материалы, обучающие материалы. Так что, возможно, вы найдете что-то, что вас заинтересует и посещение сайта вам окажется полезным. Итак, программа нашего сегодняшнего вебинара, вы видите ее сейчас на экране, будет построена таким образом. Нормативные материалы мы с вами будем смотреть на слайдах и, соответственно, на слайдах будем смотреть, где это размещено в программе. Потом будем переключаться на демо-базу. Я сейчас переключусь. Вот у нас, извините, демо-база. И, соответственно, на демо-базе ручками, так сказать, будем смотреть то, что мы с вами уже увидели на слайде. То есть зайдем, посмотрим, как туда попасть, что нужно сделать и на что обратить внимание. Я снова переключаюсь на наши слайдики. Значит, мы с вами поговорим про новые регламентированные отчеты по зарплате, то есть небольшой такой дайджест по изменениям. Потом посмотрим настройки, которые необходимо сделать для того, чтобы можно было составить отчетность по новой форме. Ну и, соответственно, посмотрим по срокам, когда мы что должны предоставлять. И посмотрим дополнительные сервисы. То есть это личный кабинет сотрудника, но еще некоторые вспомогательные, насколько успеем. Итак, то, что у нас в 2023 году было очень много изменений, все в курсе, все знают. То есть в связи с слиянием фондов в прошлом году, перед слиянием ПФР разработал новую форму отчета ЕФС-1. Эта форма предназначена для сдачи в 2023 году отчетности в Единый социальный фонд. Называется она на самом деле долго. Не ЕФС-1, а сведения для ведения индивидуального персонифицированного учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. То есть на самом деле форма ЕФС-1 заменила 4 отчета, которые мы раньше сдавали в разные фонды. То есть отчеты СЗВ-стаж, СЗВ-ТД, ДСВ мы сдавали в пенсионный фонд, а 4 ФСС, соответственно, в соцстрах. Сама форма и порядок ее заполнения утверждены постановлением пенсионного фонда от 31.10.22.245П. Кроме того, изменился формат электронного предоставления отчетности и формат подачи в электронном виде утвержден постановлением правления ПФР от 31.10.22 номер 246, такой же номер, обратите, 245П и здесь у нас 246П. То есть эта единая форма включает в себя титульный лист и два раздела. И, соответственно, в каждом разделе есть подразделы каждому из них. Форма применяется к тем операциям, которые происходили, начиная с 2023 года. То есть за 2022 год отчеты подаются по старым формам и в старые сроки. То есть если, например, вам надо подать корректировочный отчет, ну, например, там за 9 месяцев прошлого года, то вы сдаете не форму ИФС-1, а ту форму, которая действовала на тот момент. В форму автоматически добавляются сведения о заключении или прекращении договоров гражданского правового характера, о выполнении работы или об оказании услуг. В дальнейшем у нас будет звучать ГПХ или ДГПХ, то есть договор гражданско-правового характера. Значит, для того, чтобы использовать этот договор ГПХ, чтобы он попадал в электронную трудовую книжку, нужно будет установить флажок «Отразить трудовую деятельность». Делать это необходимо из меню под меню «Зарплата», и здесь мы должны выбрать договоры. Вот у меня выделено красными прямоугольниками. Сейчас мы с вами переключимся в демо-базу и посмотрим, как это на самом деле выглядит. Переключаемся и выбираем меню «Зарплата», и вот у нас договора, в том числе авторские. Здесь мы видим, сейчас у меня открылся журнал договоров, и, соответственно, создать новый мы можем через кнопочку «Создать» и выбираем, что мы хотим. То есть акт приемки выполненных работ, договор новый на оказание услуг и работ, или договор авторского заказа. Посмотрим сейчас, как мы должны заполнять. Ну вот, я выберу уже заполненный у меня договор. Так, вот этот. То есть у нас получается здесь достаточно стандартно. Мы выбираем организацию, выбираем сотрудника. То есть, соответственно, если у нас новый человек, то мы должны добавить его в список сотрудников. и ограничить сроки договора. То есть это может быть необязательно месяц, это может быть и недели, и несколько дней, и, например, там полтора, два с половиной, три месяца. Ну, то есть в зависимости от того, какую работу будет выполнять сотрудник. И вот здесь дальше у нас вторая часть шапки. Обратите внимание, счет и субконта. Вот здесь необходимо выбрать, точнее создать, на каком счете будет отражаться у вас этот договор. То есть это может быть 70-й счет, когда это расходы на оплату труда, и может быть 76-й счет, если, например, это будет учитываться как расчеты с контрагентами. Мы выбрали, выбрали подразделение и учитывать как расчеты по оплате труда. То есть видите, здесь есть выбор расчета с контрагентами и расчеты по оплате труда. То есть мы выбираем расчеты по оплате труда. Здесь у нас идет наименование документа. То есть это у нас договор ГПХ. И обратите внимание вот сюда. Код по ОКЗ. Здесь у нас идет отсылка, так сказать, к новому справочнику. И этот новый справочник – это общероссийский классификатор. Как вы видите, здесь необходимо выбрать то, чему соответствуют работы, которые будут выполнять ваш новый сотрудник. Ну вот я выбрала, что это у нас будет генеральный директор. И, соответственно, после того, как мы ввели всю информацию, мы должны обратить внимание еще вот сюда. То есть видите, здесь стоит флажок. И, соответственно, отразить трудовую деятельность. Вот для того, чтобы у человека сформировалась запись в электронную трудовую книжку, этот флажок нужно поставить. И после того, как мы все создали, мы можем вызвать печатную форму. Ну, во-первых, договор подряда. А во-вторых, акт приема-передачи выполненных работ. Обратите внимание, то есть у меня закладочка сейчас акт выполненных работ. То есть условия договора у нас предполагают, что мы заполняем сумму, заполняем, как она выбирается. И, соответственно, вот этот флажок подлежит страхованию от несчастных случаев. На него тоже обратите внимание. Потому что если в договоре вот этот флажок не стоит, то, соответственно, облагаться взносами на несчастное страхование, так сказать, НСПЗ, мы не сможем. И мы, соответственно, сотрудник не будет получать в этом случае выплаты. А на закладочке акты у нас на основании тех данных, что мы внесли в условия договора, будет автоматически формироваться документ уже, акт выполненных работ. У меня он уже сформирован, мы сейчас посмотрим его. То есть мы задали счет, на котором будет учитываться. Мы задали, что это у нас договоры гражданского правового характера. Вот если вы задержите, увидите более подробную расшифровку. Облагаемые взносами на страхование от несчастных случаев. Потому что флажок мы проставили. Дальше у нас указано начало срока, НДФЛ, то есть, соответственно, код. И дальше сумма, которая должна быть, и сумма вычета. Ну, то есть, соответственно, заполнен весь документ. Мы можем вывести его в печатную форму. Ну, вот, например, стандартную возьмем. Возьмем. И, собственно говоря, в самом договоре будет уже внесена информация, которую мы с вами заполнили в карточке договора. То есть, достаточно будет только распечатать. Так, мы сейчас отсюда уйдем. Нам это не нужно больше. Так, это мы тоже закроем, чтобы они нам в последующем не мешались. Так, и вот у меня на этого сотрудника намечено составлено два акта. То есть, один январский, один... Ну, то есть, в январе у меня есть акт выполненных работ. Ну, и 30 марта это я делала уже... Ой, 3 марта это я уже делала еще дополнительно для нашей с вами встречи. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. То есть, вот то, что мы с вами посмотрели на этом слайде, было отображено. И теперь еще немножко нормативной информации. То есть, для кадровых мероприятий по договорам ГПХ также необходимо указывать код по ОКЗ. Соответственно, мы выбираем его из классификатора. Я вам об этом уже говорила. И указываем код выполняемой функции. То есть, договор гражданско-правового характера. Договор авторский. Кроме этого, могут быть еще несколько вариантов. Они заданы в классификаторе уже изначально. То есть, мы сюда еще с вами сходим и посмотрим. И будем более подробно говорить про вот эту кодировку. Значит, в программе эти коды найти достаточно несложно. Это новый справочник «Трудовые функции» и раздел «Настройка и классификаторы». Собственно говоря, мы сейчас туда сходим, посмотрим. Код выбирается автоматически и зависит от того, какой вид договора вы выбрали. То есть, я когда показывала вам пример, у нас был выбран договор ГГПХ. Соответственно, он отражается, когда мы выбираем договор работы и услуги. Может быть, договор авторского заказа. В этом случае у нас будет немножко другая кодировка ДАВТ. И если, например, у нас договора касаются каких-то лицензионных мероприятий или отчуждения исключительных прав, то в этом случае будет другая кодировка. Вот вы видите, как это будет звучать. И, соответственно, регистрация трудовой деятельности в этом случае документ используется. И вызывается он из раздела «Кадры» или «Отчетность справки журнал «Электронные трудовые книжки». Вот здесь надо сказать, что этот отчет можно вызвать из разных мест программы. То есть одно из мест, где можно вызвать отчет, это раздел «Кадры» и подраздел «Отчетность справки» и «Журнал электронных трудовых книжек». Кроме этого, нужно обратить еще внимание, что теперь в сведениях о трудовой деятельности нужно заполнять статус застрахованного лица. Это поле «Статус ЗЛ» подраздел номер один. Например, для граждан РФ будет указываться код «ГРФ», то есть граждане Российской Федерации. Для иностранных граждан, ну, то есть чаще всего это, естественно, гастарбайтеры, которые имеют постоянно проживающие на территории РФ, то есть у них оформлены все документы, оформлен вид на жительство. Для таких физических лиц будет использоваться кодировка «П», «Ж» и «Г». И, соответственно, в программе у нас этот код выберется автоматически в поле категории, код категории. А теперь, кроме того, что я сказала, давайте посмотрим, как это отображается ручками и где нам это найти. Значит, нас с вами будет интересовать настройка программы. И, соответственно, в настройке программы, как я уже говорила, у нас есть раздел «Классификаторы». И здесь вот это новое, новый классификатор «Трудовые функции». Когда мы входим в классификатор «Трудовые функции», мы попадаем с вами вот в такой интерфейс. И вы видите, здесь у нас, собственно говоря, все кодировки, код профессиональной деятельности уже заданы автоматически. Как это можно определить? Это вот такая пиктограммка «черточка» и «точка». Если вы видите в каких-то справочниках вот такую пиктограммку, то это значит, что эта информация была внесена автоматически при обновлении или при запуске. И, собственно говоря, вы можете добавить что-то и ручками, но в этом случае это уже будет без вот этой точечки желтой. То есть будет только черта. А теперь мы с вами, собственно говоря, вот это еще посмотрим. То есть в самом договоре мы с вами его уже заполняли. Мы с вами его уже посмотрели, потрогали. Этот код будет отражаться вот в этом поле. Код по ОКЗ. И вот перечень того, что мы там увидели. Давайте с вами сейчас снова перейдем в зарплату, в демо-базу. И сейчас мы с вами посмотрим то, что только что я вам показывала на слайдах. Сейчас я немножечко передвину вот этот экран, чтобы нам было видно. Так, значит, это мы с вами сейчас потрогаем слайдик, который только что посмотрели. То есть вот он. Режим настройки, классификаторы, трудовые функции. Переходим обратно. Настройка, классификаторы, трудовые функции. Вот они, наши договора. То есть если я захожу в какой-то пункт, то у меня вот так это все выглядит. Это заполнено уже изначально. И мы можем выбирать эти трудовые функции в договорах. Снова вернемся к слайдикам и смотрим с вами вот именно эти функции. Мы только что посмотрели. И вот это вот мы с вами тоже уже смотрели. А теперь вот такой слайдик. То есть что мы видим после того, как мы заполнили договор, все правильно там сделали, то теперь мероприятие выбираем. Это под категорией ГРФ, то есть гражданин Российской Федерации. И вот сюда, в саму строку, мы можем по кнопочке заполнить, перенести данные из договора, которые там содержатся. Ну, соответственно, у меня будут мероприятия. Это заключение договора, с какого числа у меня работает сотрудник. И дальше трудовая функция. То есть вот здесь будет отражаться как раз из классификатора те данные, которые мы с вами ввели. Код по ОКЗ. Вот здесь, видите, есть пояснение, что же это такое. Ну и, соответственно, дальше будет отражаться дата, например, окончания работ, номер, который программа присвоит этому документу. И, собственно, та информация, которая у нас с вами содержится в этом договоре. Теперь мы с вами снова обратимся к нашим нормативным слайдам и поговорим про сам этот новый отчет. То есть о том, что он заменил. Четыре отчета мы с вами уже поговорили. А теперь кто должен сдавать эти отчеты? Потому что, ну, в большинстве случаев все отчеты сдавали либо бухгалтерия, либо главный бухгалтер. Исключение, пожалуй, составляли только отчеты по НОМОС, то есть по охране окружающей среды. А здесь немножко другая ситуация. То есть зафиксировано документально, что сдавать ЕФС один должен работодатель. А конкретной расшифровки, кто какое подразделение или какой сотрудник, не предусмотрено. И в этом случае можно сделать, так сказать, комбинированный вариант. То есть форма состоит из нескольких разделов. И, соответственно, бухгалтерия может заполнять форму в части разделов, подразделов 1.3 и 3. Это у нас, вот, вы видите, сведения. То есть здесь добровольное страхование, здесь то, что мы раньше сдавали в ПФР. И раздел 2 – это то, что мы указывали в отчете 4 ФСС. А вот по кадровому делу производства, то есть увольнение, прием на работу и так далее, можно поручить задачу отчетности кадровому отделу. То есть это раздел номер 1. То, что заменило СЗВ ТД и СЗВ Стаж. То есть мы это можем оформить утренним приказом. И, соответственно, обратите внимание, на людей, которые будут сдавать эту отчетность, должна быть доверенность. Сейчас есть возможность предоставлять машине читаемую доверенность, так что это вполне можно использовать. И, соответственно, в этом случае кадровики будут представлять отчетность по разным датам, то есть по датам кадрового мероприятия, когда оформляются приемы, увольнения, переводы и так далее. А бухгалтерия уже, соответственно, по срокам предоставления отчетности, когда выполнены начисления, и с них уже начислены взносы и какие-то другие формы оплаты труда. Теперь следующий наш слайд посвящен тому, что делать с 2022 годом. Ну, это уже, в принципе, поскольку сроки прошли, то это уже выстрел в след, но, тем не менее, обратите внимание, что за 2022 год мы отчитываемся по старым формам и по старым срокам. То есть СЗВМ у нас должно было быть сдано 16 января, СЗВТД должно быть до 16 января, ДСВ-3 за 4 квартал до 20 января, 4 ФСС до 20 или 25 января, в зависимости от того, сколько у вас сотрудников и как вы сдаете на них отчетность, то есть в электронном виде или в бумажном. И форма СЗВ-стаж и ОДВ-1 за 2022 год должна была быть сдана до 1 марта. Ну, и, соответственно, те же правила распространяются на корректировочную отчетность. Про это мы с вами уже поговорили. Следующий момент, на который тоже нужно обратить внимание, что в 2023 году форма ЕФС-1, так же, как и другие отчеты, сдаются в одни и те же сроки, то есть 25 числа, либо месяца следующего за отчетным периодом, либо месяца следующего за квартал. То есть подраздел из нового отчета 1.1, заменивший СЗВ-ТД, то есть это, как мы уже говорили, приказы на прием, на увольнение, приостановление и возобновление трудового договора, не позднее следующего рабочего дня. То есть отчет 1, но сдавать его надо в разные сроки, и сдавать можно не полностью весь отчет, это только тот раздел, и то, соответственно, та информация, которая требуется для сдачи. И обратите внимание, здесь у нас тоже самое идет расшифровка, какой подраздел и какого числа. То есть 25 число – это у нас единый срок сдачи отчета всех, только единственное, что, допустим, раздел 1.3 – это ежемесячно, не позднее 25 числа, месяца следующего за отчетным. Подраздел 3 – это ДСВ-3 – ежеквартально до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом. А4 ФСС – тоже квартальный отчет, и его точно так же до 25 числа следующего месяца. А вот СЗВ-стаж сдается ежегодно, то есть один раз в год. И здесь у нас срок не позднее 25 января года следующего за отчетным. У нас есть небольшая схемка, сейчас мы на нее перейдем и посмотрим, так сказать, в графическом выражении, когда и что сдается. То есть обратите внимание, вот у нас 25 числа, соответственно, и здесь вы видите, вот сверху у нас обозначены отчеты, которые сдаются по кадровым мероприятиям, то есть приема увольнения. А снизу у нас указаны стандартные сроки и какие в эти сроки мы должны сдать отчеты. То есть вот, соответственно, у нас изведется СЗВ-ТД за февраль. Подраздел 1.3 СОЗП. Это за февраль. И так дальше. То есть в наглядном формате это можно вот таким способом отразить. Следующая информация у нас будет касаться персонифицированных сведений. То есть то, что мы раньше задавали в налоговую инспекцию, РСВ, собственно говоря. Форма утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 года. Новый отчет заменил привычный СЗВМ. Его подают в ФНС все, кто производит выплаты физическим лицам. Этот отчет у нас состоит из титульного листа и персональных данных физлицы в суммах, которые выплачены. Данный отчет нужно заполнять ежемесячно на всех застрахованных лиц. При этом мы обязательно должны указать ТНН, СНИЛС, ну и, естественно, СИЛ. сам по себе расчет по страховым взносам. У нас, вот, как вы видите, номер такой же, как и в предыдущем пункте. И, собственно говоря, эта форма добавилась, дополнилась одним разделом. То есть их было три, теперь четыре. Отчет дополнили разделом для организаций, которые выплачивают вознаграждения прокурорам, следователям и судьям. Сумма взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование теперь отражаются одной суммой. Информация по взносам представляется по-прежнему поквартально. Срок до 25-го числа месяца следующего за отчетным кварталом. Ну, то есть, соответственно, впервые сведения по страховым взносам в новой форме подаются за первый квартал 23-го года. То есть это значит, что первый квартал у нас идет январь-февраль-март и, соответственно, отчетность мы должны сдать до 25-го апреля. Сам по себе отчет ЕФС состоит из титульного листа и двух разделов. То есть титульный лист, в нем, в принципе, все показатели, которые применяются при составлении других отчетов, то есть декларации, например, и так далее. И разделы. Первый раздел – это у нас сведения о трудовой деятельности, стаже, зарплате и, если есть дополнительное пенсионное страхование, то, соответственно, о нем. В первом разделе мы указываем стаж, зарплату, сведения о трудовой или иной деятельности, сведения о страховом стаже, обратите внимание, что именно о страховом, сведения о зарплате и условиях осуществления деятельности работников государственных, муниципальных учреждений. Основания для отражения данных о периодах работы застрахованного лица, дающих право на досрочное назначение пенсии, ну, то есть это по горящей сетке. И сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплаченные взносы, соответственно, от работодателя. Дальше у нас идет второй раздел, и во втором разделе мы сведения о начисленных страховых взносах на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и о профзаболеваниях. Вот здесь мы указываем расчет суммы, сведения об облагаемой базе, сведения, необходимые для исчисления страховых взносов по несчастному страхованию и профзаболеваниям. И, соответственно, еще сюда должно входить сведения о результатах проведенных обязательных, предварительных и периодических медосмотров работников и проведенный суд на начало года. Собственно говоря, вот то, что мы с вами уже обсудили, то, что новая форма ФС-1 аккумулирует сведения, которые раньше подавались из четырех отчетов, теперь у нас будут в двух, и она будет сдаваться отдельно, дополнительно к отчетности по взносам представляемой ФНС. Раздел 2, то есть тот, о котором мы сейчас с вами говорим, еще не до конца доработан и будет позднее. формированным, прошу прощения. Собственно говоря, решение, которое 1С применила, на самом деле достаточно универсальное, то есть мы должны использовать прежний отчет СЗВ ТД и находится он в разделе кадры, раздел отчетность, справки и электронные трудовые книжки, либо сервис 1С отчетность, папка отчетность по физлицам. В дальнейшем планируется, что это будет единый отчет со всеми разделами. Если дата документа у нас больше, чем 1 января 2023 года, ну, соответственно, 1 и позднее, то выгрузка, которую делает программа 1С для передачи фискальной органы, будет отличаться от той, которая использовалась до этого. Поэтому обратите внимание, не ошибитесь, если вы хотите, чтобы отчетность прошла в налоговую инспекцию без лишних вопросов, то надо выбирать форму ЕФС-1. Этот отчет добавлен как дополнительная печатная форма, потому что все сведения, которые в нем должны содержаться, содержались раньше в раздельных документах, то есть они были, но содержались в разных местах. Поэтому сейчас это реализовано как дополнительная печатная форма. Теперь посмотрим на слайд, где у нас это живет. Это у нас раздел кадры. И здесь у нас есть электронные трудовые книжки под раздел. И здесь мы с вами вот заходим и формируем этот отчет, то есть виды отчетов. Сейчас мы вот этот путь с вами проделаем на демо-базе и соответственно посмотрим ручками как и что у нас происходило. Переключаемся в зарплаты и управление персоналом и выбираем раздел кадры и выбираем здесь вот он у нас подраздел электронные трудовые книжки. Переходим сюда. Перед нами сейчас откроется журнал и здесь мы можем выбрать какого-то конкретного сотрудника или создать новый документ. видите выпадающее меню показывает нам чем можно воспользоваться. Вот они наши разные отчеты. Это мы с вами заходили раздел кадры электронные трудовые книжки. Теперь мы с вами сейчас посмотрим следующий слайдик у нас был. Это соответственно создание EFS1 и справочники которые используются для его заполнения. Возвращаемся снова в нашу демо-базу и вот здесь давайте наверное возьмем СЗВТД сейчас программа сформирует данные для вот сейчас мы подвинем вверх эту линейку чтобы она нам не мешалась и так то есть мы с вами выбрали формирование бывшего отчета СЗВТД сейчас это отчет EFS1 то есть выбираем организацию обратите внимание на вот такие подсказки то есть это все что выделено синим шрифтом это гиперссылка то есть по ней можно перейти и посмотреть что что при этом получилось то есть вот здесь вот когда когда у вас этот отчет будет принят можно проставить флажок то есть что документ принят в ПФР и соответственно этот флажок закрывает возможность редактирования документа пока он не стоит это значит что отчет находится на рассмотрении и его еще можно подредактировать но тогда придется посылать заново обратите внимание вот сюда то есть социальный фонд России предоставляет возможность вести обмен с ним и вот по гиперссылочке вы можете подробнее почитать про этот сервис я выберу заполнить и допустим заполнить всеми мероприятиями то есть у меня должно подобраться сюда не только например приемы увольнений ага я неправильно выбрала извините вот так и еще раз заполнить собственно говоря вот мое одно кадровое мероприятие которое было вот записи которые у меня по нему были и это у меня был как раз таки договор ГПХ про который мы говорили немножко раньше теперь я это записываю и как мне получить сам отчет и что с ним дальше делать то есть в этом случае сейчас у меня программа закончит обработку мы должны после этого перейти в раздел печать и видите здесь у меня есть две формы то есть ЕФС1 из СВТД если мне надо по старым периодам какую-то корректировочную например отчетность подать мы выбираем ЕФС1 продолжить и вот такой открывается у нас сам отчет во-первых обратите внимание ну что эта форма именно утверждена постановлением 245 во-вторых вот здесь мы видим всю информацию которая содержится в регистрационных данных то есть в данных которые были первоначально заведены если вы что-то не запомнили то соответственно здесь вам придется уже ручками добавлять ну естественно регистрационный номер страхователя я не могу внести потому что у меня данные сфантазированы и соответственно программа ну не примет написано что у меня здесь была ошибка ну и вот собственно дальше пошли сведения уже о трудовой деятельности и вот всем достаточно привычной уже формы учета персонифицированных данных вот для того чтобы его распечатать или передать обычная методика используется ну то есть мы делаем то же что делаем всегда с отчетностью обратите внимание еще вот на такую пиктограмму какой-то крестик то есть это справка и в принципе справка это достаточно хорошо проработано то есть это когда вот например я вывожу печатную форму мне выдается сведение про печатную форму но если я где-то что-то другое установлю то есть например сам отчет то там очень неплохие методические материалы которые касаются именно того раздела к которому я вот сейчас обращаюсь так мы с вами это посмотрели и теперь возвращаемся снова в наши слайды то есть вот мы попали сведения о трудовой деятельности работника и соответственно мы посмотрели как выводится на печать и здесь есть другой вариант как получить этот отчет в этом случае мы должны пойти по другому пути снова возвращаемся в нашу демо базу и здесь у нас есть сейчас еще раз двинем эту панель чтобы она нам не мешалась у нас есть меню отчетности справки когда мы переходим в этот раздел у нас вот тут вот есть раздел 1С отчетность хочу сразу обратить ваше внимание что 1С отчетность это и название подраздела и название сервиса 1С отчетность то есть сервис 1С отчетность это значит что мы передаем сведения не оператору электронных данных а напрямую фискальный орган то есть в этом случае достаточно много времени экономится на исключение одного звена то есть у нас в этом случае идет сразу с предприятия на фискальный орган а в обычном порядке это шло с организации на оператора и уже оператор передавал эти сведения в налоговую инспекцию или соответственно в гайли адресованную сервис этот платный он экономит время он достаточно комфортный но если например у вас подписка ЭТС проф то вы можете одно юрлицо подключить бесплатно если у вас техно то этот сервис будет полностью платный но стоит он за год порядка 4 800 в зависимости от того сколько у вас лицензий надо делать то есть соответственно 4 800 разделить на 12 получается вполне себе дружественная цифра мы переходим в этот раздел в 1С отчетность и здесь мы с вами сейчас запустится вот то есть у нас открывается журнал данной отчетности и соответственно статус статус то есть принято в работе допустим отправлено ну то есть статус и для того чтобы получить такой же отчет EFS 1 у нас с вами есть возможность это выполнить вот таким образом то есть мы используем кнопочку создать и у нас открывается меню то есть закладки все и закладки избранные то есть я могу отметить какой-то отчет на закладке все и потом выбрать его ну например вот это у нас отчетность по физлицам я выбираю вот СЗВТД нажимаю выбрать и оно у меня в этом случае ну во-первых формируется а во-вторых переносится на закладочку избранные то есть в следующий раз когда я буду открывать этот журнал мне уже не надо будет на закладочке все выбирать нужный мне отчет он сохранится в журнале на закладочке избранное организация берем кронс то есть вот видите это мы с вами сюда уже ходили смотрели соответственно выбираем все всеми мероприятиями а поскольку у меня отчетность за этот период уже сформирована то мне сейчас программа и не дают но мы с вами собственно этот отчет уже посмотрели и здесь для нас собственно говоря вводить руками ничего не нужно потому что все ваши кадровые мероприятия отразятся по кнопочке заполнить то есть вы выбираете либо только приемы увольнения либо всеми мероприятиями в этом случае у вас может быть там например перемещение ну еще какие-то дополнительные кроме приемов и увольнений ну и на что нужно обратить внимание как я уже говорила EFS1 идет с другой кодировкой то есть не форма СЗВТД то есть соответственно когда мне нужно СЗВТД я выбираю вот эту печатную форму и программа у меня сохранит отчет в другой кодировке в той которая действовала до 1 января отменно мы не будем ничего сохранять а снова вернемся к нашим слайдикам так я это закрою нет не надо у нас здесь уже и так все слишком хорошо наши слайдики то есть это мы с вами посмотрели вот этот слайд то есть так сказать вот сведения о трудовой деятельности работников вот он наш журнал который мы только что открыли посмотрели и вот где в журнале на закладочке все у нас находится отчетность по физлицам то есть это как вызвать из этого раздела нужный нам отчет то есть ЕФС-1 теперь мы перейдем к нормативной немножко снова информация ну и соответственно поскольку у нас не только объединение фондов произошло с этого года но и ввели единый налоговый платеж то соответственно возникла необходимость и в уведомлении налоговой инспекции об исчисленных налогах ну это пожалуй один из самых ярких таких одно из самых ярких изменений которое в 23 году скажем так сильно будоражит умы потому что очень много вопросов возникает соответственно поскольку введен единый налог единый налоговый платеж то мы делаем одну платежку на всю сумму налогов которые подлежат перечислению и параллельно должны сделать уведомления в котором расписывается сколько начислено в какой фонд соответственно здесь пойдет и например и налоги и страховые взносы и все остальное то есть форма уведомления у нас утверждена приказом налоговый ФНС то есть господи русское слово не уговаривается от 2 ноября 22 года срок подачи до 25 числа месяца в котором уплачиваются налоги взносы и сборы вот здесь есть более подробная информация обратите на нее пожалуйста внимание это то что уведомление подается по тем налогам по которым срок уплаты уже наступил а срок подачи декларации еще нет если декларация уже подана то налоговый орган отразит задолженность перед бюджетом по налогу на основании декларации и соответственно в уведомления сведения по такому налогу не включаются то есть вы подаете уведомления только по тем налогам по которым отчетность еще не сдана и соответственно налоговая не имеет источника из которого можно взять эти сведения и еще один так сказать приятный момент это то что естественно поскольку нововведений много то ужесточили требования по предоставлению отчетов соблюдения сроков и так далее соответственно не предоставление срок или предоставление неполных или недостоверных сведений этот штраф остался так же как и было 500 рублей по каждому застрахованному лицу несоблюдение порядка сдачи в виде электронных документов 1000 рублей за нарушение в разделе 2 штрафы такие же какие были и для ФСС то есть непредоставление сведений в срок влечет штраф в размере 5% от начисленной за последние 3 месяца отчетного периода суммы но не более 30% и не менее 1000 рублей с 1 января этого года внесли изменения в части применения финансовых санкций то бишь штрафов можно избежать штрафов если вы например подаете уточненку в течение 5 рабочих дней после уведомления об устранении ошибок и несоответствий то есть когда вы получили от налоговиков уведомление что ваша отчетность там по какой-то причине ну например не принято или подтвердите там какие-то показатели то вот если вы в течение 5 дней после получения такого уведомления подаете документы ну либо исправляете эту ошибку либо поясняете почему она возникла то в этом случае штрафов не будет ну естественно если вы сами нашли ошибку и сами все исправили то в этом случае тоже штрафа не будет но здесь нужно помнить что если вы самостоятельно нашли ошибку то вы должны мало того что пересчитать соответственно налог и налоговую базу исправить ошибку в вашей отчетности вы должны сначала заплатить недоимку которая у вас допустим возникла а уже только после этого отправлять уточненку то есть корректировку вот в этом случае штрафов у вас не будет если вы сделаете наоборот то штрафные санкции все равно будут ну и соответственно еще множество которое в принципе применялось раньше в основном гаишниками это то что если у вас вам предъявили штраф то вы имеете 50% скидку если гасить его в течение 10 дней после получения требования если если вы просто нарушили срок или подали ИФС-1 с ошибками то в этом случае страхователю будет направлено уведомление об оплате штрафа в течение 20 дней сейчас я переключусь с вами на небольшую табличку здесь будет более более понятно может быть расписано применение штрафа то есть вот у нас была сумма штрафа за предоставление недостоверных сведений о работниках персотчетности 500 рублей то есть это было и в прошлом году это и в этом году срок уплаты в прошлом году было 10 календарных дней от даты получения требования от ПФР об уплате штрафа в этом году у нас в течение 20 календарных дней и получения требований от ФС об оплате штрафа если мы получили уведомление о том что мы подлежим штрафованию то в этом случае в прошлом году у нас снижений никаких не было предусмотрено а в этом году применяется схема как при работе ГИБДД то есть если мы укладываемся в течение 20 календарных дней то мы платим не целиком всю сумму потребования а платим только в половине ну и соответственно вот случаи когда компания избежит штрафных санкций вот у нас это последний последняя строка освобождения от ответственности здесь на самом деле в прошлом году в этом году правила остались одинаковые то есть такие же как были до этого года и теперь у нас остался еще один очень интересный сервис этот сервис называется 1С личный кабинет сотрудника на самом деле предусматривается что этот сервис позволяет сотруднику самому посмотреть все данные которые его могут заинтересовать или которые у него могут запросить и с тем чтобы он не отрывался от своей работы не бегал по офисам не искал бухгалтеров кто ему эти справки выдаст а мог сделать это самостоятельно сейчас предусмотрены перечисленные ниже функции но подразумевается что они будут расширяться и соответственно перечень будет больше ну самый основной наверное это расчетный листок можно сформировать самому за любой период посмотреть что у вас там уведомить об отсутствии например если вы заболели то через личный кабинет это можно сделать без всяких звонков поисков кадровиков и так далее согласовать со своим руководителем указав причину ну то есть если вы по каким-то по каким-то причинам не хотите оформлять больничный листок можете договориться с руководителем чтобы он вам предоставил либо отгулы либо перенес поменялся с кем-то сменами ну то есть в этом случае это можно тоже через личный кабинет можно просматривать свой отпуск то есть увидишь сколько у вас не использованных дней и получить справку почему такой остаток ну соответственно написать всякие заявления спросить 2 НДФЛ справку ну и в общем-то вот перечень вы видите теперь как нам этот личный кабинет найти в программе и как нам его зарегистрировать ну соответственно личный кабинет мы ищем в разделе кадры когда мы переходим в разделе кадры вот у нас есть дополнительный сервис 1С кабинет сотрудника выглядеть это будет вот таким образом будет вот такой интерфейс и здесь будет отражаться ну во-первых здесь должны быть заполнены данные которые будут отражаться в интернете ну например там название компании только здесь нужно использовать английский шрифт ответственный он выбирается из списка и собственно настроить подключение и подключить то есть здесь каких-то сложных мероприятий для активации этого сервиса не требуется мы сами сейчас перейдем снова в демо версию посмотрим это так сказать уже в натуре значит снова двигаем нашу кадры и вот он у нас 1С кабинет сотрудника то есть мы переходим по нему и сейчас посмотрим вот то есть видите все поля которые имеют красное подчеркивание должны быть заполнены про сам сервис более подробно вы можете почитать если перейдете вот по этой гиперссылке сейчас мы просто на него немножко нажмем ну и вот собственно говоря с картинками с тем что должно отразиться то есть это можно делать и на телефоне и на ноутбуке и на планшете ну то есть вот инструкция с картинками как и что должно выглядеть при настройках вы здесь увидите то есть инструкция достаточно подробная пошаговая практически а мы с вами сейчас вернемся снова в нашу демо версию демо базу и здесь собственно говоря инструкция по подключению вот она подробнее о доступе к данным еще хотелось бы сказать сейчас снова в демку переключимся так этот сервис нам тоже сейчас уже не нужен то есть мы с вами посмотрели что отчет EFS1 можно вызвать из ну вообще из трех мест но как минимум из двух это самый оптимальный вариант то есть мы можем вызвать из меню кадры это у нас электронные трудовые книжки и можем это с вами выводить через интерфейс отчетности справки и здесь соответственно нас интересует раздел 1С отчетность удобно это делать особенно когда разные работники разные специалисты работают потому что в разделе кадры в основном работают кадровики если у вас достаточно крупное например предприятие то соответственно когда человек работает с кадрами ведет кадровые документы очень неудобно переходить в отчетность здесь искать то есть незнакомый интерфейс может быть и соответственно если с программой работают бухгалтера то чаще всего они работают именно в разделе отчетность и раздел кадры им не очень-то интересен потому что они видят уже готовую отчетность которую кадровики ввели но если вы один так сказать специалист то есть если вы единственный главный бухгалтер на предприятии то в этом случае вам конечно уже по ходу по ходу пьесы можно смотреть где вам удобнее из какого места вызывать отчетность единственное что нужно учитывать что в разделе отчетность 1С отчетность у нас есть еще дополнительные сервисы сейчас мы опять передвинем нашу заставочку и обратите внимание здесь тоже есть личные кабинеты их не надо путать с тем личным кабинетом который мы смотрели тот личный кабинет называется личный кабинет сотрудника а здесь личные кабинеты это собственно сервисы которые рассчитаны на предприятие то есть это создание напрямую кабинетов на сайте допустим налоговой инспекции или статистики то есть если мы заходим вот допустим кабинет налогоплательщика юридическое лицо то мы попадаем сразу на сайт налоговой инспекции и соответственно здесь уже там по ходу пьесы заполняем сведения получаем квалифицированную электронную подпись и после этого совершенно спокойно можем здесь работать смотреть напрямую и истории своих платежей и свои задолженности и требования которые выставляются то есть это очень удобно особенно сейчас когда вот в связи с этими изменениями очень ограниченное время на ответы на предоставление ответа вот сейчас мы отсюда уйдем так не нужен и кабинет сотрудниками сейчас с вами закроем он нам не нужен вот перешли снова в раздел зарплата и вот здесь хочу просто обратить ваше внимание это в принципе действует уже достаточно давно это в прошлом году действовало то есть статистика на которую обычно очень мало внимания обращалось с прошлого года начала практически применять штрафные санкции если раньше просто грозили пальчиком говорили ай-яй-яй ну пришлите пожалуйста то в этом году штрафы достаточно серьезные и на них тоже нужно обратить внимание во-первых проверить под какую отчетность попало на ваше предприятие может вы по какой-то выборке должны сдавать еще дополнительные отчеты и обратить внимание на то что по вашему НМ нужно перейти на сайт статистики проверить какая отчетность должна быть сдана и проверить сроки потому что за первый случай нарушения сроков или неправильное заполнение статистики предусмотрен штраф от 70 до 100 тысяч рублей если это правонарушение будет повторно то в этом случае штрафные санкции будут до 150 тысяч рублей все-таки сумма достаточно серьезная чтобы для того чтобы обратить на это внимание ну естественно здесь можно использовать другие сервисы которые вот если вы работаете например Росприроднадзор то есть это портал для сдачи отчетности личный кабинет ФСС то есть электронные лески нетрудоспособности все ну собственно для для страхования от несчастных случаев указания основного вида деятельности ну и собственно говоря все которые все субсидируемые случаи и все доплаты соц доплаты которые используются тоже через личный кабинет от того что фонд объединился здесь ну как бы ничего не изменилось то есть эти же все сведения подаются только теперь уже в индивидуальный в объединенный фонд извините так на этом мы переходим снова в нашу демоверсию в наши слайдики прошу прощения и я хотела бы вернуться к началу к титульному листу для того чтобы еще раз повторить наши контактные данные то есть почта телефон телеграм каналы и адрес нашего сайта разрешите еще немножко отступление лирическое компания поддерлайн от всей души поздравляет женщин с наступающим праздником и мужчин тоже мы желаем вам здоровья счастья и благополучия надеемся на новые встречи благодарю вас за уделенное время благодарю вас за внимание которое вы проявили к нашей встрече к нашим темам на этом разрешите попрощаться всего вам доброго хорошего дня спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok